Итак, поговорим о том, что нового в перековидном периоде. В острой фазе постковидный синдром и постфакцинальный ковидный синдром. Значит, данное сообщение никем не финансируется. Это моя работа, которой я занимаюсь на протяжении уже многих лет. У этой работы есть соучастники, соавторы. Это Андрей Павлович Воробьев, это Лесь Васильевна Чеченовская, Алла Валентиновна Соловьева, Любовь Сергеевна Краснова, Евгений Викторович Кузьмин, Маргарита Александрова Громова, Татьяна Юрьевна Илларионова, Юрий Алексеевич Редькин и много-много других сотрудников, в частности, Медицинского бюро. Это те люди, с которыми мы работаем, обсуждаем, смотрим больных, ведем вместе этих пациентов. И из этого, собственно, и рождаются те наработки, про которые мы сегодня с вами говорим. Я сначала вроде собирался подвести некую черту под ковидом, потому что заканчивается весенний сезон этой патологии, очередной год. Но, ну, естественно, поговорить о постковидном синдроме, рассказать о наших достижениях и о том, что-то новое. Но вдруг, внезапно, буквально вот на прошлой неделе произошла какая-то концентрация на поствакцинальном ковидоподобном синдроме. Прямо за три дня трое больных, две серьезные публикации в мировой прессе. Я решил, что я поменяю немножко тематику и изменю тему. Но не столько изменю, сколько добавлю сюда многое из того, о чем я сначала, в общем, не собирался рассказывать. Значит, все консультации я просмотрю. Мы все это самое посмотрим потом, но здесь я консультировать не буду. Это невозможно. Значит, что такое перековидный период? Это все периоды заболевания, связанные так или иначе с острой инфекцией COVID-19. Это острая инфекция, это последствия острой инфекции. Некоторые называют это лонг-ковидом. Это постковидный синдром и поствакцинальный ковидоподобный синдром. Мы его выделили в наших рекомендациях давно, еще в 21-м году. В 22-м опубликовали, и так мы с этим диагнозом сегодня сожительствуем. Мы рассматриваем весь перековидный период как воспаление с развитием поражения эндотелия тромбоваскулита, воспалительный ДВС-синдром. Еще раз повторюсь, это примерно то, о чем я говорил в первой части лекции. Но здесь это более концентрировано за счет того, что связано с инфекцией. Мы сегодня не знаем точно природу этого явления. То ли это шиповидный белок, то ли это прямое повреждение эндотелия вирусом, то ли это аутоиммунные процессы, что мне кажется более правильным. Но мы точно видим следствие и пытаемся направить терапевтические стратегии в патогенетическое русло, а именно антикоагулянты, препараты, позитивно влияющие на эндотелий, гормоны, плазма ФРС, другие подходы, включая симптоматические средства, в первую очередь гипотензивные, противодиабетические и так далее. КОВИД сопровождается огромным количеством мифов. Первый миф, что КОВИД – страшно заразная болезнь. Ну, точно не заразнее гриппа, других респираторных инфекций, выкашивающих прямо сейчас детские сады и школы. Ну, точно могу сказать просто по собственному опыту. Я вижу людей, которые живут, общаются с ковидными больными, я уверен, что вы все тоже их знаете, и, конечно, никто не заболевает. Поэтому вся эта идея маска локдаунов – это полный бред. Второй миф, на котором все было основано, что это страшно тяжелая болезнь, жутко тяжелая болезнь. Минимум 80-90, наверное, 99% болеют достаточно легко. Если от нее погибают, то весьма немногие. А вот от того, что вокруг этой болезни накрутили, погибают многие. И от неоказания медицинской помощи, и от внутрибольничных инфекций. Ну, я напомню, что ковидные больные стали прокаженными в нашей стране, думаю, что и за рубежом это тоже было, и у них не брали анализа амбулатор. Нельзя было взять анализы. Они должны были умирать дома. Ну, в Китае там заваривали двери, чтобы было все хорошо. Третий миф, что ковид не лечится. Он прекрасно лечится, если лечить его, а не валять дурака. Ну, и последний миф важный. Ковид можно победить только в вакцинации. Пока ничего не получилось. Мы знаем, что не все инфекции контролируются вакцинами, это неоспоримый факт. Ну, дальше все остальное. Ну, вот недавно потряслись сети от того, что Билл Гейтс внезапно признался, что вакцинация была ошибкой. Сети шумят, хотя достоверного источника мы найти не смогли. Может быть, он этого и не писал, но фраза, мне нравятся фразы, поэтому я привожу. Мы совершили ужасную ошибку. Мы хотели защитить людей от опасного вируса, но оказывается, вирус гораздо менее опасен, чем мы думали, а вакцина гораздо более опасна, чем кто-либо мог себе представить. Честно говоря, сомневаюсь в правдивости, потому что все эти люди, они светочие только в чем-то болезненном восприятии. На самом деле у Билла Гейтс нет даже образования. Только деньги, деньги, ничего кроме денег. Да, он гениальный, так сказать, денежный мешок, но не более того. Поэтому думайте о том, что они высказывают какие-то гениальные мысли. Друзья мои, будьте внимательны. Вообще я хочу напомнить про роль сетей и средств массовой информации в нашей жизни о надувании информационных пузырях и развитии Третьей мировой войны, которую мы прямо на наших глазах информационно-дометалистическое наблюдали. Более того, я как-то только появился ковид, я везде и всюду говорил, ребята, это начало Третьей мировой войны. Просто это фаза другая. Она дойдет до менталистической, не беспокойтесь. Но много на этом пути было всякого. Одно из этих – это статья интервью в АИФе 26.02.20, которую ребята взяли у меня из сети «Коронавирус фейк мирового масштаба» и так прямо опубликовали. За статью заплатили штраф в миллион рублей. Статья снесена с сайта АИФ по решению суда. Автор Юлия Борта. Но найти ее можно. Прямо по названию она легко выскакивает на других сайтах. Два заседания против тотальной вакцинации. На этом был создан вирусный ролик ТикТока. Его посмотрели миллионы людей. Но это было просто совершенно переделанное мое выступление, где если присмотреться, видно, как переставлены кадры и слова. Но кто-то вложил в это деньги, кто-то это сделал. Дальше пошла серия нападений со стороны общественности. И на агент, любимый мной Юлия Латынина, который я не перевариваю, Антонина Красовская, известная всем тем, что она предложила убивать детей только что. Были призывы лишить меня диплома, меня объявили врагом народа. Все это перепечатывалось в прессы, муссировалось на радио, на телевидении. В этом принимал участие еще и... Господи, фамилию забыл, как обычно. Сын изобретателя вакцины от полиомиелита, как его американский деятель тоже. Чумаков, да, Чумаков. Вот. И мне со всего мира приходили информации о том, что выходит, упоминаются мои действия в Казахстане, в Киргизии, в Испании, в США. Это только то, что я знаю. Я думаю, что и в других местах тоже. Сейчас, чуть позже, я покажу. Дальше начались нападения от членов семьи, близких, друзей, знакомых с предложением сменить фамилию, снять крестик, снять трусы, не позорить семью. Это типичные варианты молекулярной информационной войны. Была попытка завести уголовное дело за борьбу против массовой вакцинации. Я знаю трех пострадавших. Это Александр Редько, Саверский Александр и ваш покорный слога. Все дела так и не были открыты, но они были, реально. То есть у меня есть документы, и у всех троих, я со всеми разговаривал, были какие-то неприятности с органами. Мы провели мощное заседание в Государственной Думе благодаря поддержке Зюганова против всеобщей QR-кодификации в процессе принятия соответствующего закона. Вы все это помните. И закон не был принят. То есть наше сопротивление привело к тому, что закон этот не прошел. Ну и мы, конечно, использовали тоже, поскольку мы владеем этой технологией, уж извините, мы продвигали наше эффективное лечение с применением антикоагулянтов, плазма фереза, трансфузии свежезамороженной плазмы через все доступные нам СМИ. Это публикация краткого протокола в независимой газете, автор покойная Горбачева Ада. Это социальные сети, где в 25 января 2020 года я впервые это опубликовал. Это вебинары, которые просмотрели десятки тысяч людей. И регулярное озвучивание на телевидении, в частности, в передачу Артема Шейнина. При этом, точно могу сказать, до Минздрава достучаться не получалось. То есть мы это все крутили, вертели в общественном пространстве, но Минздрав оставался глух. Не могу не напомнить о современных видах войн. Мы все привыкли к тому, что война – это милитаристическая вещь, а сегодня мы говорим, что это просто фаза, что это нарушение физической целостности противника, при применении вооружений. Это человеческие жертвы непосредственно во время этой фазы разрушения зданий, объектов и инфраструктуры. Есть гибридная война. Это разрушение экономики противника путем экономического давления. Ну, это то, что сегодня носит такое благовидное название санкции, но я думаю, что локдаун сюда тоже надо добавить. Это тоже вариант гибридной войны. Информационная война. Противоборство сторон посредством распространения специально подготовленной информации и противодействия аналогичному воздействию на себя. Мы все свидетельствуем тому, как сейчас это все происходит. И, наконец, диффузная война – это вариант информационной войны, когда идет проникновение, диффузия традиционных методов введения войны, организационных, технологических, информационных приемов, и разрушение общества противника путем воздействия на его молекулярный уровень, на уровне семьи, на уровне друзей, коллектива, что вносит хаос через ссоры людей, чтобы сделать коллективы необъединяемой и неуправляемой массой. Это путь от войны цивилизованной к войне инстинктивной, от государственных организационных форм вооруженной борьбы, военного права, военной этики, к тотальному геноциду людей на территории противника и развитию культа смерти как такового. Здесь идет ссылка на 2017 год, это не свежая работа, ну, так сказать, не совсем свежая работа, но я напомню вам про культ смерти, который через социальные сети тоже хорошо сегодня развивается. Сейчас немножко этому стали противопоставлять что-то. Ну, это наше вот выступление с Андреем Павловичем на разных каналах, ну, правда, здесь фотографии с одного канала, первый канал. Мы за год провели, ну, может быть, за полтора года, более 120 прямых эфиров на первом канале НТВ, ОТР, Звезда, Царьград, другие каналы. Нам удалось пробить брешь в сопротивлении чиновников. Ну, мы стояли, например, за отменой локдауна, то есть напрямую, мое предложение, сделанное в прямом эфире о выпуске людей по подъезду из домов, через неделю было реализовано в Москве. Вот, поэтому это довольно большая работа. Ну, вот из Репаблика, теперь это иноагент, но тогда это в 21-м году была еще нормальная публикация. Из более чем 300 ученых, комментировавших в СМИ и соцсетях вопросы, связанные с COVID-19, около 15% получали угрозы смерти, 22% угрозы физического или сексуального насилия, более 60% неоднократно сталкивались с оскорблением в соцсетях, и 6% подвергались нападению. Поэтому это не совсем простая работа. Ну, вот конкретный пример, такой любопытный, был журнал «Эксперт», где опубликована была статья «Вакцинальный синдром, почему человечество испугалось прививки». И там была статья, основанная на интервью со мной, где я высказывал какие-то цифры. вот, через несколько дней, буквально через, там, 10 дней, появляется 5 статей с опровержением разных сетевых СМИ. Здесь они приведены, чтобы вам было понятно, но обращаю ваше внимание, вышли они с интервалом в 5 минут, то есть практически одновременно в различных СМИ выбрасывается информация, которая необходима. То есть это отлаженная работа по дискредитации того или иного человека или той или иной мысли, которая довольно хорошо работает. Вот. Меня обвинили в том, что у меня были недостоверные цифры. Ну, недостоверность была взята из отчета Национальной комиссии по безопасности вакцин от COVID-19, там применялся спутник в Аргентине. Вы видите здесь эти цифры. 25 тысяч осложнений при применении спутника 744 на 100 тысяч доз. Если это пересчитать, там было 10 миллионов уже введено в августе, когда я эту статистику давал, значит, это 74 тысячи побочных явлений, но эти побочные явления регистрировались врачами клиник, а раз человек приходит в клинику там, это не поликлиники, там нет поликлиник, это либо он у семейного врача, здесь все приходили к врачам клиник. Следовательно, это все было госпитализировано, и, соответственно, можно считать, что это серьезное нежелательное явление, и поэтому такая была цифра представлена. Интересно, что через несколько месяцев, уже через три месяца, число осложнений волшебно снизилось в два раза. То есть вдруг их не стало. Ну, так бывает, да, мы понимаем, как это происходит. Вот, ну, статья в «Эксперте» была удалена с сайта журнала, миллионов ни с кого не сняли, но просто я вам в качестве механизмов такой борьбы это все рассказываю, показываю. Но не думайте, что борьба бывает негативной, бывает и вполне позитивная. Вот, например, два человека. Это журналистское расследование Михаила Сенгера. Значит, давайте два человека, которые выступили за маски. Вот, и вот что пишет журналист, что амбициозные активисты, не имеющие соответствующего опыта, было легко убедить институциональных лидеров отменить данные, давние рекомендации в области общественного здравоохранения в первые дни ковида. Речь идет о CDC, вот о структуре, которая говорила всегда, что маски носить не надо. И вдруг они поменяли свое решение. Потом эти же лидеры из CDC годами закрывали глаза и уши на любую информацию, свидетельство того, что их вмешательства не работали, даже от самых квалифицированных ученых мира. И все это сделали вот эти два человека, по мнению журналистского расследования. Это не врачи, не эпидемиологи, не биологи, не научные работники. Это просто активисты в области социологии и китаистики. Но они писали везде, выступали, их поддерживали во всех средствах массовой информации, и они пробили таки эту брешь. И вот эти непрофессионалы правят сатанинский бал, навязывая свои бредовые и опасные идеи обществу. Общество к этому не готово, чиновники к этому не готовы. Они достали даже Всемирную Организацию Здравоохранения. Мало того, что они одели в маски весь мир, они еще всех посадили на ИВЛ. Ну и здесь вот разбираются цитаты. Утверждение, что наука доказывает, что маски работают, это ложь. Зинеп продолжает призывать ученых собирать данные о ношении масках, но если бы они работали бы, если действительно наука это подтвердила, то зачем было бы собирать снова эту информацию? Зинеп опирается на клинические исследования, ни одной из которых не является рандомизированным. Тот же уровень доказательств показал бы, что любое количество глупых вещей работает против ковида. Женьшень, магний, мелантонин и рыбий жир. Ну мы это знаем, значит, что работает. Этим всем же лечили. Зинеп цитирует исследование из Бангладеш, которое показало снижение числа случаев ковида на 11%, когда сельским жителям выдали маски. Правда, не раскрывая повторный анализ, который не обнаружил никакой пользы и объяснил этот вывод предвзятостью. То есть прямая подмена, прямая ложь, которая шла через средства массовой информации. Рекомендации ВОЗ об интубации исходили от Зинеп. Один из врачей сказал в Wall Street Journal, мы интубировали больных очень рано, не для пользы пациентов, а для того, чтобы контролировать эпидемию. И это было ужасно. Как можно контролировать эпидемию интубации, никто теперь не знает. Но люди потеряли просто, мне кажется, головной мозг. Это руководство оказалось чрезвычайно смертоносным. Следование опубликованное в JAMA выявило 97,2% смертность среди лиц старше 65 лет, которые были подключены к ИВЛ. Эта практика была в значительной степени прекращена после весны 2020 года. После первой паники немножко люди опомнились. Пациенты старше 65 лет имели более чем в 26 раз больше шансов выжить, если их не подключали к аппаратам ИВЛ. А мы знаем, что подключали направо и налево. Летальность среди пациентов с ковидом в больницах Нью-Йорка снизилась более чем на две трети с весны 2020 по лето 2020, когда всех перестали подключать к ИВЛ. Ну, я напомню, что у нас процентка, я говорил, что у него 87, по-моему, процентов умирает на ИВЛ. Это просто убийственная технология. Значит, количество сообщений среднее в день в CDC о побочных действиях вакцин. Как только начали вакцинировать, стали собирать. И вот в красной линии было отмечено, что предполагается, что не больше тысячи в день будет. Таких сообщений. Это система Wire Report. Это самостоятельные сообщения. Это не врачебные сообщения, а люди сообщают. Но, как вы видите, резко повысилось количество сообщений, пришлось нанимать персонал и так далее. Но в Википедии есть специально огромный раздел, посвященный разоблачению антинаучных конспирологических теорий, где утверждается, что материалы, собираемые в АЭРС, недостоверно и неверно трактуются. Ну, просто неверно трактуются. Ну, правда, ну, действительно, ну, что вы выдумываете. 24-го, 03-го, институт Пауле Эрриха, это уже такой все-таки институт, ну, достаточно официозный немецкий. Ну, правда, статья, опять же, просто статья журналистская. С начала кампании по вакцинации от COVID-19 до 31 октября 2022 года в Германии были зарегистрированы 33 тысячи случаев побочных реакций, 50 тысяч серьезных побочных реакций после основной иммунизации бустерных прививок или 1,78 случаев побочных и 0,27 серьезных на тысячу доз вакцин. Вот, а это вот очень любопытная история. Это некий человек, который написал специальный систематический обзор Питер Гетше, сейчас я чуть позже про него скажу. Но этот систематический обзор начинается с того, что предпосылка серьезный вред вакцин против COVID-19 был приуменьшен или намеренно исключен спонсорами исследований по влиятельных медицинских журналам. Ну, и метод у них здесь – это систематический обзор документов. Статья Гетше опубликована на сайте организации из-за того, что ему отказано в публикациях в научных журналах. Это лучшая из версий правды, которые на сегодняшний день опубликованы по вакцинациям от COVID-19. Обращаю ваше внимание, это абсолютно свежая статья от марта 23-го года. Кто же такой Питер Гетше? Он на самом деле не первый раз появляется на нашем горизонте. Это датский врач, бывший директор скандинавского центра Кахрейновского сотрудничества в Копенгагене. Он является одним из основателей Кахрейновского сотрудничества, автором многочисленных систематических обзоров клинических испытаний, опубликованных в Кахрейновской библиотеке. Свыше 70% его публикаций вышли в пятерки ведущих медицинских изданий The Lancet, British Medical Journal, JAMA, International Medicine, New England Journal of Medicine и так далее. В 2017 году его избрали в руководящий совет Кахрейновского сотрудничества, но оно было аннулировано в сентябре 18-го года, простите, с шестью голосами из 13-ти. И он был вынужден основать Институт свободной науки. Ну, я так понимаю, что это некое виртуальное образование. Вот его некоторые книги, из которых становится понятно, почему, так сказать, его изгнали из этого сообщества. Скрининговая маммография. Правда, ложный скандал. Ну, вы, наверное, все знаете, что маммография не имеет никакой пользы, она приносит больше вреда, чем пользы, и, собственно говоря, этому посвящена эта книга. Смертельно опасное олигарство и организованная преступность, или как большая фарма коррумпировало здравоохранение. Ну, и смертельно опасное психиатрии, корпоративное запирательство. Это здесь речь идет о применении психотропных веществ, скажем, что происходит направо и налево в развитых, в кавычках, странах. К счастью, у нас это не так сильно принято, хотя попытки такие были. Вот, поэтому, конечно, человек такой немножко скандальный. Сейчас он в очередной раз вступил в применение с Кохрейном, которые не стали публиковать его работ по психиатрии. Ну, что делать? Не все должны все-таки под одну гребенку быть исправлены. Вот, что же он сделал, вот, его материал. Это 18 систематических обзоров, 14 рандомизированных испытаний и 34 исследования с контрольной группой из общего пула публикаций. Значит, большинство исследований низкого качества. Это первое, на что он обратил внимание. Но мы все понимаем, что, конечно, хорошего качества они и быть не могли. Потому что регистрация препаратов шла без проведения клинических испытаний. Это беспрецедентный случай, когда препараты, вакцины регистрировались без проведения испытаний. Систематический обзор нормативных данных по двум опорным испытаниям МРНК-вакцин выявил значительно большее количество серьезных нежелательных явлений по сравнению с плацебо, а избыточный риск был значительно выше, чем польза. Аденовирусные векторные вакцины, да, на слайде есть ссылка. Кто хочет, может, она свободна, в свободном доступе статья. Я не стал ее всю, там очень много написано, переводите ее сюда. Это было бы очень перегрузка большая. Но она очень интересная, я очень советую. Аденовирусные векторные вакцины повышали риск венозного, обращаю ваше внимание, венозного тромбоза и тромбоцит пении, а вакцины на основе МРНК повышали риск миокардита со смертностью около 1-2 случаев на 200 случаев миокардит. Ну, довольно много. То есть это примерно 1% смертельных миокардит. Доказательства серьезных неврологических нарушений, включая паралич Белла, синдром Гиен-Борре, миостеническое расстройство, инсульт, вероятно, связаны с аутоиммунной реакцией. Серьезный вред, который мешает повседневной деятельности в рандомизированных исследованиях, занижался. Эти вредные последствия были очень распространены в исследованиях, особенно касающихся бустерных доз после полной вакцинации и в исследованиях вакцинации людей, кто ранее переболел. Таким образом, его вывод, что необходимы дальнейшие рандомизированные исследования, власти рекомендовали вакцинацию против COVID-19 для всего населения и ревакцинацию. Они не считают, что баланс между пользой и вредом становится отрицательным в группах низкого риска, таких как дети и люди, которые уже переболели ковидом. Ну, довольно такой жесткий вывод, при том, что он очень аккуратно все это пишет. Тем не менее, вот так вот что делать. Ну, нам говорят о том, что меньше стало тяжелых случаев, меньше госпитализации при COVID-19 на фоне вакцинации массовой. Может быть, я не знаю. Но только факторов многовато, кроме вакцинации. Во времени пейзаж инфекции меняется. Мы с самого начала об этом говорили. Все время говорили, что пройдет год-полтора, и инфекция станет другой. Не надо ждать, что она будет все время одинаковой. Неизбежна мутация вируса. Они прогнозировались исходно. И появление микрона вместо более тяжелых форм – это просто заранее можно было предположить. Меньшая возбужденность населения и средств массовой информации. Меньше народу бежит сразу лечиться. Повсеместно все-таки стали применять антикоагулянты. Я надеюсь, что не только в России, потому что я знаю, что и в других странах антикоагулянты применяются достаточно широко. Стало понятно, что не всех нужно госпитализировать. Я напомню, что первой весной особенно все больные практически госпитализировались, и под это открывались бесконечные ковидарии. Делать этого было совершенно не нужно. Кроме того, что люди заражались внутрибольничной инфекцией и не получали адекватную медицинскую помощь, никакой пользы больше в этом не было. Все меньше и не рано используют ИВЛ. Мы уже говорили, что ИВЛ скорее убивает, чем помогает в данной ситуации. Ну и, наконец, многие переболели по два, по три, по четыре раза ковидом. И, конечно, эта инфекция повторна что-то совершенно иначе, чем первична. Поэтому разговор, что стало меньше тяжелых случаев, меньше госпитализации, может быть обусловлен не вакцинацией, а совсем иными факторами. Я не готов ничего здесь доказывать, я не занимаюсь эпидемиологией. Сказал бы кто-нибудь из эпидемиологов. Да нет таковых. Никто это не отслеживает. Конечно, я не уверен, что в ближайшее время мы узнаем правду о произошедшем с ковид-19. Точно то, что преподносится нам, является ложью. Это мы должны хорошо себе понимать. Мы не понимаем, где это осознанная ложь, где проплаченная ложь, где бизнес, а где политика. Как обычно, среди лжи толстыми каплями вкрапливается правда, что не позволяет до конца оценить и разложить на спектр потоки информации. То есть мы видим, что здесь вот вроде бы правда, значит соседний абзац тоже правда. Это не так. Это не так. Но нам, как врачам, нужно лечить больных. Хотя бы в этом мы сильно преуспели и крепко продвинулись. А могли бы они не будь наших всех идей, выступлений, скандалов и прочего топтаться на месте с препаратами хина наперевес и вакцинами, которые, как мы понимаем, не помогают. Наша тема, которую мы очень активно разработали в этот период, это тема образа болезни. Мы интуитивно воспользовались тем, чему учили нас раньше от собирания анамнеза. Был такой известный очень врач Алексей Александрович Остраумов. Больница Остраумова давным-давно так называется. Он характеризовался коллегами следующим образом. Больной успеет умереть раньше, чем врач доберется не то, что до самого больного, а до его двоюродных бабушек. Потому что Остраумов часами иногда собирал анамнез. Он считал это важнейшим элементом. Единственная проблема в том, что он собирал все подряд. Не выделяя, что важно, что не важно. Мы сейчас подошли совершенно по-иному. Мы подошли с помощью нового подхода образа болезни. Мы пытаемся оценить значимость тех или иных признаков. Ну, например, мы же все проходили в институте. Нас же учили писать, какой грудью кормился больной в детстве. Правда? Это никакого отношения к его здоровью сегодня не имеет. Но нас заставляли на пропедевтике, это все прописывали. А нужно выделять значимые и незначимые вещи. И вот эти диагностически значимые симптомы – это специальная методика выявления их. Здесь используются математические подходы в виде деловых игр. Но можно и другими способами определять частоту симптомов, строить древовидные опросники, где один признак вызывает несколько вопросов других, уточняющих каждый из этих признаков. И это оптимизирует сбор анамнезаезжала, позволяет создавать научно обоснованный автоматизированный симптом-чекеры, чем мы, собственно говоря, занимаемся много лет. И очень гордимся тем, что на ковиде это все позволило сработать. Мы, конечно, продолжаем учить систему, она у нас человекообучаемая. Мы знаем, что у нас вакцинацию, к счастью, прошло не так много людей, всего 30% по нашим данным, те, кто к нам обращается. У нас все-таки выборка довольно большая. При этом обращаю ваше внимание, что у тех, у кого был выявлен ковид, по нашим данным, с позитивным подтверждением лабораторным вакцинировано 33 или 34%, а те, кто лабораторно не подтверждены, 21%. Честно говоря, не очень большая разница. Мы ввели, когда пошел грипп, в нашу систему признаки гриппа. Он выявлен был у 64,2%. Но на что бы я обратил внимание? Наша система не нацелена на проведение дифференциального диагноза с помощью анамнеза. Это довольно бессмысленная вещь. Можно, конечно, попытаться, но пока это мы можем только на будущее для себя. Наша задача – выявить респираторную инфекцию и направить ее по определенному руслу. Выявить ковид, сказать, что у вас, вероятно, есть ковид. Вот степень вероятности у нас прописывается в системе с помощью искусственного интеллекта, с помощью БС-ского анализа, взвешенности этих признаков. Мы можем сказать, у вас, вероятнее всего, ковид, а у вас, вероятнее всего, грипп. Но может быть и ковид, и может быть грипп. И вот динамика образа болезни на основании наших опросников. В данном случае речь идет только о тех, у кого лабораторно подтвержден диагноз. Мы как бы считаем априори, что у них ковид есть, хотя это не обязательно, но тем не менее. Что же изменилось? Ну вот обращать на себя внимание длительное повышение, длительность повышения температуры. Красная полоска – это то, что сейчас. Серая – это то, что было во вторую волну. Дельта, омикрон, и вот красная сейчас. Вы видите, что длительность повышения температуры увеличилась. О чем это может говорить? Что изменилось течение? Нет, я думаю, что люди просто обращаться стали, когда температура не падает сразу. Первое время они обращались быстро, а потом стали обращаться помедленнее. Немножко уменьшилось количество ознобов, точно уменьшилось нарушение обоняния и вкуса. Причем вы видите, что это последовательно уменьшалось, сейчас этого стало меньше. Но при этом увеличилось количество болей в горле. Ну, не знаю. Нарушение акта дыхания, диспное – это не одышка истина, а это именно нарушение дыхания. Тоже стало поменьше. Поменьше сдавленности в грудной клетке, ну и так далее. Ну, вот яркие сновидения все-таки они как-то остаются довольно частым признаком, хотя, конечно, это все в районе четверти больных. Я обращаю ваше внимание, что чувствительность нашей методики в 2021 году составляла 89,5, сейчас 87,9. Ну, разницы тут никакой достоверной нет, то есть это ясно, что где-то под 90% больных, у которых подтвержден лабораторный диагноз, система ковид выявляет. Постковидный синдром, здесь побольше симптомов, здесь синенькая верхняя – это до мая 2021 года, зеленая – октябрь-апрель 2022, как бы, ну, более-менее микрон захватывало. И с мая 2022 по март 2023 – это красные полоски. Что-либо поменялось, ну, честно говоря, вот так вот сказать, что очень сильно, я бы не смог. Ну, немножко стали боли в мышцах поменьше, ознобов поменьше, головных болей чуть-чуть поменьше. Фокусировка зрения как была нарушена, так и остается. Нарушения сна как были, так и остаются. Выпадения волос как были, так и остаются. Чуть-чуть уменьшилась тревога, но при этом наросли депрессивные проявления. И суицидальных мыслей стало поменьше. То есть тревожность, общая тревожность в обществе, по-видимому, все-таки снизилась. Это в том числе повлияло на изменение картинки в образе болезни постковидного синдрома. Но в целом, я еще раз повторюсь, больших изменений мы не видим. Я напомню, что COVID-19 вызывает воскулит с развитием тромбозов, тромбовоскулит. Происходит поражение самых разных органов и систем. В данном случае речь идет о мозговой ткани. Здесь вы видите типичные проявления тромбозов. Да, и тромбозы, диапедезное кровоизлияние мозговой ткани вокруг сосуда. Это типичные проявления сочетания тромбозов и геморрагии для ДВС-синдрома с отеком, естественно. Это тромбовоскулит головного мозга. У нас нет данных по морфологии постковидного синдрома. Ну, что делать? Но, тем не менее, мы предполагаем, что там примерно похожая картинка. Патогенетическая особенность ДВС-синдрома при COVID-19, что это все-таки воспаление. Тромбовоспалительное взаимодействие. Оно идет по внутреннему пути через 12-й фактор. Через иммунные комплексы и воспалительные цитокины. Это такой довольно медленный путь, в отличие от внешнего пути свертывания, который бывает при распаде клеток. И здесь внешнего пути мы не видим. И это принципиальное отличие ДВС при COVID-19 от септического или при гриппе H1N1, где очень быстро нарастает картина ДВС-синдрома тяжелого, полиорганной недостаточности и всего остального. Здесь все тоже происходит, но просто медленнее. И нет вот этого выраженного эксудативного компонента, фибринового легкого, который мы видим при гриппе H1N1. Что необычно в перековиде, может быть, мы просто впервые на это обратили внимание, может быть, это было и раньше, но я точно про это ничего не знал. Это ковидный энцефаломиелит или тромбовоскулит мозговых тканей. Здесь и лихорадка центрального генеза, здесь и слабость, и головная боль, и анасмейс Девгазии, о которой мы говорим. И здесь вот вы видите на МРТ есть специфические изменения. Вот они обозначены стрелками в зонах головного мозга, которые отвечают за запахи. Есть работа по посмертной оценке 22-го года, по посмертной оценке дегенерации обонятельных тканей и микровоскулопатию пациентов с COVID-19. Ну и здесь прямое патологическое воздействие ковида на слизистую носа может быть достаточным для вызова первичной дисфункции, но не объясняет постоянное анасмейс. А вот поражение луковицы связано с аксоновой патологией и микровоскулопатией. Это то, что написали авторы, это не я писал. Особенно у пациентов с изменением запаха обонятельная патология не была результатом прямого вирусного поражения и может быть связана с местным воспалением. Такие вот выводы делает автор этой статьи. Ну дальше заложенность груди, аритмия, нарушение регуляции давления, панические атаки, необычные сновидения, грубое нарушение настроения, нарушение сна, нарушение зрения и слуха. Все это относится к поражению к ковидному энцефаломиелиту. Ну и недавно мы еще заговорили в прошлом году про кардиометаболический синдром. Это не точно очерченная клиническая ситуация, которая включает сочетание ожирения, гипертонию, преддиабет, сахарный диабет и вторичная нефропатия. Главное, что это эндотелиальная дисфункция. Это опять поражение эндотели, которое приводит и к инсулинорезистентности, гиперинсулиномии, гиперликемии, дислепидемии, про которую вы спрашивали, микроальбуминарии, гипертрофии левого желудка. Все это может иметь место при кардиометаболическом синдроме. Ну и вот в качестве примера буквально на днях обращается бизнесмен, профессор, активный, здоровый 50-летний человек, который сделал прививку вектором в 21-м году и через 2 дня заболел COVID-19 ПЦР положительным. Получал лечение в стационаре, в том числе антицитокиновыми препаратами. Я обращаю внимание, что мы довольно часто встречаем такую ситуацию, когда человеку сделали прививку, а через 2-3 дня он оказывается в стационаре с COVID-19 ПЦР положительным. Так вот это не COVID. COVID – это реакция на прививку. Это поствакцинальный COVID-подобный синдром. Он протекает точно так же, и также может быть очень тяжелым. Значит, что же у него сегодня? Слабость, невозможность сосредоточиться, нарушение зрения, расфокусировка, шум в одном ухе, он исследовал, обнаружили поражение в центральной части слухового аппарата, депрессивный фон, диспноя, кардиология, нарушение сна, головные боли, головокружение, необычные яркие сны, гипертония, сильно поправился. Это вот относится к кардиометаболическому синдрому. Боли в мышцах, нарушение походки, ночные поты, озноба, покалывание мурашки на коже, стягивание кожи, приходящее нарушение речи, снижение либидо. Ну, мы только начали с ним работать, пока вот у нас есть только часть анализов, но мы видим, что ферритин повышен в 2 раза, интерлекин 6 на 20 процентов, тромбоцитопени у него имеется, СОИ, ЦРБ, фибриноген, додимер, норма. РФМК пока нет данных. Но наши исследования показывают, что РОИ, ЦРБ, фибриноген, додимер, как правило, нормально в таких ситуациях, у 25 процентов они только повышаются, а РФМК повышается в 75 процентов. Ну, в данном случае, что уж мы будем говорить, когда у нас интерлекин есть, и ферритин есть, то есть воспалительный характер этого заболевания, он совершенно очевиден, и, естественно, здесь, конечно, был назначен ликвиз 5 мг 2 раза в сутки. Именно дисфункция эндотеля отводится роль первой скрипки при развитии кардиометаболического синдрома. Эта дисфункция объединяет необъединяемые, на первый взгляд, синдромы и состояния, и сегодня, к сожалению, у нас нету количества работ, какого-либо количества работ, которые могли бы про эту дисфункцию нам что-то сказать. Поэтому мы сейчас вот только собираемся заниматься этими вопросами. Ну, надо сказать, что с первых дней ковида заговорили об ожирении, о сахарном диабете, об артериальной гипертонии, как факторах риска плохого прогноза. Это обосновалось общими соображениями, что старики диабетики и гипертоники, ожиревшие, всегда тяжелее болеют. У нас логика всегда работает в медицине, но никогда не имеет никаких доказательств. Нам рассказывали изо всех утюгов, как умирают массовые пожилые, особенно потрясали кадры из Италии, потом оказалось, что это все фейк, выдумки журналистов, примерно про то, о чем я рассказывал в самом начале. Потом накал спал, выяснилось, что нет подтверждений этим логическим очевидным построением. И как и при гриппе H1N1, молодые и здоровые умирали точно не меньше, чем пожилые и больные. А мы-то все надеялись, что у нас старики вымрут. Да ничего подобного, молодые тоже благополучно вымирали при ковиде. Ну вот, несколько работ. Я просто процитирую, может быть, выводы, что связь перековидных процессов с диабетом есть, но что и как происходит, непонятно. Потому что ковид может усиливать тихикардию, саркопени, мышечную усталость. Ну, как-то вот у пациентов с диабетом может усиливать. Ну, может усиливать, наверное, почему нет. Он вообще может усиливать все это без диабета тоже. Значит, некие сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, сахарный диабет, значит, они чаще регистрировались в постковидном периоде, чем другие сердечно-сосудистые легочные заболевания. Правда, непонятно, что такое сердечно-сосудистые легочные. Это такой очень грубый мазок. Я с трудом воспринимаю такие термины, потому что чаще всего это кардиология, тахикардия, диспноя, которые не имеют никакого отношения к повреждению сердца легкого. Но, тем не менее, мы видим, что частота гипертонии и диабет все-таки были чаще в постковидном периоде. Мы видим, как развивается гипертония в постковидном периоде. Не так много таких сообщений, но все-таки они есть. И вот в статье 211 госпитализированных, вы видите, в начале госпитализации давление 120 на 78, а к концу 126 на 81. Но это средняя цифра. Но я только, извините. Поэтому здесь достоверность полная. Вот. То есть давление повышалось в среднем при ковиде. При этом у 8,5% впервые выявлены вообще артериальные гипертонии в среднем через месяц. Обычно, когда мы говорим про инфекцию, интоксикацию, мы говорим о снижении давления, а не как, а не повышении. А здесь речь идет именно о повышении артериального давления. Значит, у нас было много больных, уже под... Я думаю, что у нас, мне кажется, 7 тысяч сейчас. Значит, мы встречали гипертонию. Мы не считали частоту, к сожалению, но она есть. Мы видели обострение той гипертонии, которая была до ковида. Мы видели очень высокие цифры, рефракторные цифры к обычным гипотензивным схемам. И мы очень относимся к этому просто. Мы даем большие дозы коротких ингибиторов АПФ, так как это делается при любом гипертоническом кризисе. Это очень хорошо помогает у таких пациентов. Значит, у больных, спервые возникшие артериальные гипертензии, были высокие уровни маркеров воспаления. Опять обращаю ваше внимание на то, что у большинства так или иначе были какие-то воспалительные реакции. Вот. Ну и поражение почек было. Ну, что здесь вперед идет? Поражение почек и гипертонии. Или гипертония с поражением почек. Ну, здесь трудно рассудить. Тем более, что текст статьи недоступен. Он был только в виде припринта. Что там произошло, не знаю. Значит, кто-то посмотрел, что на фоне локдауна был значительный рост уровня гликерного гемоглобина и повысился индекс массы тела. Ну, хоть что-то позитивное же должно было быть от локдауна. Люди нажрались и увеличили уровень глюкозы. Это хорошо. А вот с холестерином ничего не получилось. То есть, как раз более низкие цифры холестерина, три глицеридов и так далее на фоне локдауна. Это еще раз подтверждает, что холестерин не имеет отношения к болезням. Это просто свидетель патологии, такой же, как геликобактер при язве желудка. Вот. То есть, гиподинамия не позволяла сжигать глюкозу, но не влияла на атеротромбоз, так как не было, собственно, воспалительного процесса. Вот. Еще одна тема. Здесь большая работа. Ну, не буду я ее всю зачитывать. Диабет, выявленный при постковиде, ничем не отличается от такового у больных, не болевших ковидом. Но у последних, у не болевших, более выражена гликемия. А при постковиде больше выражен высокий уровень цепептида, что говорит об инсулинорезистентности клеток. Липидный обмен нарушался у кого-то. Поражение поперечной исследований 50 тысяч пациентов, 1700 постковидных синдромов. Но здесь при многомерном регрессивном анализе были выявлены нарушения липидного обмена, ожирения, как сильные факторы риска развития постковидного синдрома. Ну, здесь мне возразить нечего, потому что если мы рассматриваем липиды как маркеры воспаления, то, конечно, они должны свою роль сыграть. Играют ли роль липиды и ожирение, между прочим, это совершенно не связанные между собой вещи. Чем же плох этот метаболический синдром? Почему мы про него заговорили? Ну, вот, оказалось, что в Индии с очень больших, ну, не очень большой выборки, простите, независимым предиктором депрессии в краткосрочный период после ковида был сахарный диабет. И число симптомов на момент начала заболевания. Ну, вот это непонятно, при чем здесь сахарный диабет и депрессия. Но, тем не менее, такая работа есть. Значит, частота респираторных синдромов, диабета и сердечно-сосудистых нарушений была значительно выше у пациентов с ковидом. Здесь уже 47 тысяч человек. Повышение риска не ограничилось пожилыми людьми и не было одинаковым среди этнических групп. Ну, еще одна работа тоже начинается, мне нравится вывод. Принято считать, что наиболее уязвимыми к стойким симптомам ковида являются люди с сопутствующими заболеваниями, что лишь частично подтверждено результатами обзора. Ну, и здесь обсуждается хроническая усталость, кашель, связь с диабетом и гипертонией. Но, на самом деле, вывод у них такой, что патомеханизм хронического кашля может быть связан с нейротропными инфекциями, а совсем не с ковидом, ковидом как таковым. Ну, мы, собственно говоря, все время и говорим, поражение регуляторных механизмов нервной системы. Ну, и вот хорошая очень работа, микроваскулярное нарушение в сетчатке, в сосудах сетчатки, вот, что характеризует, опять же, поражение микроциркуляторного русла, о котором мы постоянно с вами разговариваем. Ну, вот интересная больная тоже в марте 2000 этого года обратилась к клиникой сердечной недостаточности, отеками, одышкой, асцитом. Я ее потом видел в стационаре, поэтому я могу сказать, что у нее был выражен акроцианоз, цианоз носогубного треугольника, чего я не видел вообще, по-моему, никогда в жизни такого цианоза, ну, может, когда-то, в студенческие годы. Она говорит, что заболевание началось сразу после прививки с спутником, опять обращая внимание на эту связь. Она была госпитализирована с инфарктом миокарда, но не ясно, был ли там инфаркт. Вроде бы был инсульт, тромбоз вен нижних конечностей, все она пролечилась, значит, она обратилась к нам дистанционно в наше медицинское бюро, но мы ее сразу госпитализировали, потому что она просто была очень тяжелая. И обнаружила у нее три порока. Нейтральный, артальный, трикоспедальный. Причем частично с кальцификацией. Я вот, честно говоря, не помню в своей жизни, я, правда, не очень много пороков видел, но чтобы три порока было вместе, что-то, мне кажется, это не очень обычно. Кроме того, я обращаю ваше внимание на то, что ей 80 лет, и с тремя пороками она не могла прожить все эти 80 лет безбедно, не обращая на них внимания. Более того, она знает про неизвращение овального окна в детстве, то есть она все-таки с медициной общалась. Кроме того, на военном заводе она постоянно проходила диспансеризацию, и никогда ни о каких пороках речи не было. То есть у меня твердое ощущение, что это все произошло после прививки. Ну, мы ей начали терапию антикоагулянтами, диуретиками, компрессионным бельем с хорошим результатом. Мне кажется, я просто не знаю, что с ней дальше, она выписана. По-моему, оперативное лечение ей отказали. Мы не можем, конечно, с такой большой долей вероятности оценить однозначно, что это поствакцинальный ковидоподобный синдром, но все-таки это, мне кажется, что, в общем, достаточно вероятно. Значит, Дмитрий Плетнёв в свое время писал в 1932 году «Анатомические функциональные направления изучения органопатологии начинают изживать себя, сменяясь изучением синдромов и сочетности процессов, протекающих в целостностном организме. Синтетическое понимание патологических процессов сводится к их взаимопроникновению, и при этом сами процессы имеют противоположную направленность. Вся патопластика болезненного процесса переносится на целостный организм и вырастает антропатология. Нет раздельной нервной и эндокринной регуляции, есть нейроэндокринная». И, собственно говоря, мы вот эту гипотезу-то и вытащили с самого начала, в 1920 году, что постковидный синдром – это один из вариантов проявления постинфекционного аутоиммунного тромбовоскулита с поражением прежде всего нервных тканей и венозного эндотелия. Мы знаем вирусы, ассоциированные различные заболевания, их довольно много, например, парциальная красноклеточная аплазия, ассоциированная с паровирусом В19, с Эпштейн-Баром, с вирусом гепатитом, ассоциация рассеянного склероза с вирусом Эпштейн-Баром. К сожалению, это все непрямые такие работы, это все, но вот с ППК это довольно точно. Синдром Гиена-Баре, тяжелейший постинфекционный периферический аутоиммунный процесс с прекрасными эффектами плазмофереза, точно ассоциирован прямо с вирусными инфекциями, с любыми, он развивается где-то через неделю-две после перенесения инфекции. Работа о том, что при длительном ковиде в плазме появляются крупные микросгустки, это работа из Притории, из Южной Африки, значит, они устойчивы к фибринолизу, там есть воспалительные молекулы, которые находятся в этих же тромбах, микросгустках, вот, и, ну, в общем, это целое тоже сейчас направление. Считается, что растворимая олигомера амилоида B играет решающую роль в патогенезе болезни Альцгеймера. Сейчас это оспаривается положение, но пока все-таки оно остается. Ну, и здесь несколько работ о том, что вот эти амилоидные пептид может влиять на развитие болезни Альцгеймера. Вот. Ну, и вот еще одна работа, это мая 22-го года, что нарушение свертывания крови фибринолизм мог быть связано с амилоидозом и сопровождаться неврологическими сердечными проблемами. Исследовался амилоидогенность пайкового белка при SARS-CoV-2. И выявлено 7 зон последовательность в шиповидном белке, которые образовывали агрегаты, и из них 3 шиповидных пептида соответствовали 3 критериям амилоидных фибрин. Ну, не буду на этом останавливаться, до и есть, ссылка есть, можно посмотреть более подробно. Там была приведена такая картинка, что 3 последовательности с образованием амилоидных фибрин выявляются в шиповидном белке. Я думаю, что поиск субстратов таких иммунных, как ковида, так и постковидного синдрома, только начинается, и нас ждут новые открытия. Главное, чтобы они двигались, эти открытия, эти исследования, а не были заторможенными разговорами о том, о том, что и как. Значит, плазма ФРС давно входит в рекомендации при ковиде, но мы постоянно сталкиваемся с нежеланием и невозможностью его проведения в России. Практически он исчез из практики. В мировой литературе эффекты плазма ФРСа носят единичный характер. Обычно при тяжелом РДС используется. Ну и второе показание, мы считаем важным, это лечение постковидного синдрома. В Хакасе выполнена работа 24 больных с постковидным синдромом, правда, это ранний постковидный синдром, то есть развившийся спустя короткое время. Стандартная антикоагулянтная терапия, прерывистый плазма ФРС плюс симптоматическая терапия. Ну и вот здесь клиническая картина, вы видите, как мгновенно прямо на фоне проведения плазма ФРСа уходит депрессия, слицидальные вещи, настроение, сны, все исчезает практически мгновенно на фоне проведения плазма ФРСа. Это удивительно эффективная терапия. Но, к сожалению, мое мнение, что ее надо применять как можно раньше, что если поезд ушел, то он уже, к сожалению, ушел. Интересная больная, мы ее обсуждали осенью, но сейчас уже добавились новые данные, я ее коротко позволю себе изложить, она уникальная, мы ее сейчас готовим к публикации, статью. Она в начале октября переболела поведен ковидом, бабушка была ПЦР положительная, с которой она вместе жила, и в конце она обратилась к нам дистанционно с жалобами на слабость, невозможность выполнять работу, физическую нагрузку, она даже есть не могла за столом, она лежала в постели. Туман в голове, нарушение сна, ничего не соображает, все валится из рук, тревога, вина перед людьми, то есть такие депрессивные вещи, нарушена фокусировка зрения, мелькание перед глазами, нарушен слух, шум в ушах, ноги не слушаются, неустойчивость, шаткость походки, слабость конечностей, боли в мышцах, костях, суставах, ноги мерзнут, чувство онемения ног, покалывания, мурашки, нарушение равновесия, головокружение, постоянные ночные поты, потливость днем, выпадение волос, нарушение ретно, речи, падение, запор, и нарушение мочеспускания. Она не могла сходить в туалет, то есть она не могла помочиться, ей приходилось несколько раз этим заниматься. И падение. Все остальное, ну, как бы уже классический такой ковид, постковидный синдром, для нас не вызывает никаких вопросов, но вот здесь такие, значит, заболевание началось практически остро. 28 октября быстро наросла слабость, нарушение походки, анимение нижней губы, нарушение ритма, вызывали скорую, исключали инсульт, ПЦР везде отрицательный, и вот она к нам через два дня обращается. Ну, мы поставили диагноз быстро прогрессирующей полной нейропатии, типа Гиен-Борре может быть деминализирующей, заболевание центральной системы. Но в данном случае у нас диагноз был такой рабочий, для того, чтобы нам ее отправить на плазму ФРС, поэтому мы, так сказать, ставили то, что нам было удобно для того, чтобы ее отправить. Неврологический статус, дисфония, дисфагия, незначительная дезортрия, мышечная сила, достаточные сухожильные рефлексы одинаковые, нарушение глубокой чувствительности, пирамидные знаки, чувствительность сниженная по полиневритическому типу, позе Ромберга неустойчива, неуверенность походки, трудности разворота на месте, нарушение координаторных проб. Ну, то есть, довольно грубая неврологическая симптоматика, я бы так сказал. Не попадя на к нам, я уверен, что бы она так где-то дома прошла бы, никто бы ей диагноз, конечно, не поставил. Значит, при обследовании незначительное снижение лимфоцитов, при нормальном уровне лейкоцитов, значит, все остальное вообще нормально. РФМК, к сожалению, не сделали. Электромиографический, небольшое сенсорное аксонально-деминализирующее поражение икроножного нерва слева, аксонопатии икроножного нерва справа. МРТ, многоочаговое поражение супра- и инфратентериальных структур головного мозга, спинного мозга, в зоне сканера, невероятно, всего, деминализирующей природы, с признаками активного процесса, более 50 очагов с размерами от 3 до 10 миллиметров, ну, мы назначили и Ликвис, и Плазма Феррес. Вот такая картинка. Ну, я не знаю, нужно ли мне вам тут что-то показывать. Тут и так все видно, тут просто вот все видно. Видите, как снежные комья по мозгам набросаны эти очаги. Их огромное количество, больше 50 штук, и размеры их довольно большие, до 10 миллиметров. Значит, назначили Ликвис Плазма Феррес. Очень быстрое улучшение состояния на фоне проведения Плазма Ферреса. Буквально сразу все поменялось. Единственное, там была проблема, что Плазма Феррес нам не удалось сделать в первые дни, были праздники ноябрьские, не работали, поэтому, ну, буквально там через 5 дней мы только смогли начать его. Вот. Дальше через некоторое время к концу месяца мы ее госпитализировали в НИИ неврологии, договорившись, там ей поставили диагноз синдрома Сусика, с которым я совершенно не согласен, назначен преднизолон, продолжил солодексит вместо Эликвис, у нее был геморрагический гастрит, и мы отменили антикоагулянта, заменили на Весел-Дуэф. Вот. Сейчас, на сегодняшний день, больная активно, самостоятельно выходит на улицу, остаются они менее рук, и при повторном МРТ мелкие, до 3 мм, множественные очаги и лакунарная киста в воролевом мосту. Я на это обращаю ваше внимание, на кисту, потому что киста это результат этого поражения исходного. И, конечно, если уже образовались кисты, образовались вторичные очаги, фиброзные, то тут плазма ФРС не поможет. Но если мы все это сразу начали лечить, то тогда эффект есть. И вот здесь, к сожалению, немножко разные срезы взяты, да, но вы видите, вот предыдущие срезы, вы видите здесь эти снежные комья разбросанные по мозговой ткани, а здесь вы их не видите. И вот с трудом можно найти небольшие участки, вот два нашли, тут вот чуть-чуть что-то есть. Ну, то есть очевидный, морфологический с помощью компьютерной, МРТ компьютерной эффект позитивный от примененного лечения. Значит, мы ставим диагноз остророссийный энцефаломиелит. ну, я залез, посмотрел вообще, что про это пишут, про эти доминилизирующие процессы, и у меня волосы зашевелились везде, где только можно. Их окразивается огромное количество по названиям. Они идут, половина из них идут по именам Белла, Гиенбаре, Миллера, Фишера, Боже ты мой, чего только нету. Но на самом-то деле это все одно и то же, друзья мои. Это все одно и то же. Просто нервная система в зависимости от локализации поражения дает разные симптомы. Но не по симптомам же мы лечим-то все-таки, мы лечим по патогенезу как минимум. Про этиологию здесь, к сожалению, мы говорить не можем. Но патогенетическое лечение, как это ни странно, везде написано одно и то же. Как вы думаете, какое? Плазмаферез, правильно. Везде работает плазмаферез. Но при Гиенбаре мы знаем вот этот вот эффект, что вы сделали и сразу вылечили. При всех остальных так нет. Но есть еще одна деталь. Ведь диагноз-то не ставит рана. Это хорошо, она, эта женщина обратилась к нам, мы знаем эту патологию, мы ей занимаемся уже десятки лет. И мы сразу ее взяли и стали лечить. А если бы она пришла бы спустя месяц или два с образованием кист в головном мозге, конечно, там плазмаферез уже не помог бы. Я разговаривал с институтом неврологии как-то с его нынешним директором, который занимается тоже плазмаферезом, при Гиенбаре он говорит, но мы таких эффектов не видим. Я говорю, правильно, я работаю в больнице скорой помощи, и этих больных вижу острых, где плазмаферез работает. А вы, как головное предприятие в отрасли, получаете этих больных, прошедших многие-многие клиники уже с результатами сформировавшимися этой патологии. И поэтому я не просто так, друзья, вам это показываю, не для красного словца. Здесь нужно срочно делать плазмуферез. Вы будете спасать жизни этим больным. Если не будете делать, если вы не знаете об этом, о том, что такое поражение есть, то больные будут превращаться в овощи. И мы знаем сейчас такого овоща, полуовоща. Это знаменитый наш режиссер, фамилию мне сейчас подскажет, я как всегда не помню, который пропустили гиен-баре, судя по всему, поствакцинальный, по той же схеме, два дня после вакцины он заболел острым ковидом, якобы, а потом у него развился полиневрит. И сейчас он ездит на коляске. Фамилия как? Звягинцев. Смотрите, все знают уже, все сразу подсказывают. Вот это типичный пример пропущенной патологии. Он бы был абсолютно здоров, если бы мы сделали сразу плазм ФРС. Но не сделали, что делать? Кстати, сейчас такой же скандальный случай у нас с нашим фигуристом, вы знаете, да, в газетах об этом много пишут, тоже надо было делать плазм ФРС сразу, ему сделали, то есть только я несколько раз в газетах написал, что, друзья, ну сделайте плазм ФРС, ну пожалуйста, ну не надо все руки-ноги отпиливать. Сделали, когда уже два инсульта у него произошло. Он теперь живой, с хорошим эффектом, полученный, но поздно. Мы очень много занимаемся в Тверской медицинском университете под руководством ректора Лесь Васильевна Чищеновской и проректора Арина Валентина Соловьевой. Мы делаем там работу по вот всей неврологической патологии при постковидном синдроме. Там открыт постковидный центр, и там эти больные концентрируются, их наблюдают, смотрят и так далее. Ну и вот сейчас выходит статья, она наконец мы ее добили. Ну вы знаете, что заставить врачей написать статью, это надо обладать особым мужеством, умениями, навыками работы с этим контингентом, упрямым, но тем не менее мы пробили. Статья основана на наблюдении за 20 больными, у которых были клинические электрофизиологические исследования выполнили. Вот, значит, при клинике нарушение периферической нервной системы, ну мы уже много их обсуждали, не буду переповторять, в подавляющем большинстве случаев при неврологическом осмотре выявляются признаки дистальной симметричной поля нейропатии. Обращаю ваше внимание, зеленым выявлено в подавляющем, не у всех, и это важно, то есть мы с помощью наших молоточков и иголочек не у всех больных можем определить эту дистальную поля нейропатии, а электрофизиологически у всех, даже у тех, кого не определили с помощью неврологического осмотра. Значит, что выявили? Деминализирующие поражения моторных волокон периферических нервов нижних конечностей, чаще малоберцового нерва, наиболее выраженные изменения регистрировались в сенсорной порции нерва, а не в моторной. Это коррелирует с клиникой. Мы больше видим нарушения всякие, связанные с чувствительностью, вот эти вот мурашки, онемения, сжения и так далее, чем с движениями. Не было выявлено значимого акционального поражения моторных волокон периферических нервов верхних и нижних конечностей. Все в основном выявленные патологии относятся к милимпатии. И реже выявляется поражение верхних конечностей. Почему я не могу вам ответить на этот вопрос? К сожалению, несколько больных мы выявили тоже с пропущей, диагнозами Гиен-Барре, человек пять за это время, у которых уже все сформировалось и уже никакого обратного возврата нет. У них тяжелые полиневриты, но, к сожалению, с невозможностью восстановления. Еще раз повторяю, особенно важно, выявление субклинических форм возможно только при выполнении электромиографического исследования, только при электронейромиографии. недостаточно клинического обследования. Будьте любезны, сейчас эти методики есть, отечественные аппараты стоят, по-моему, везде, где только можно. Это не очень сложно, только это симуляционная электромиография, если я правильно помню, но ее нужно делать и смотреть за этим больным. Ну, еще одна тема тревожности – депрессия. Очень много высокой степени тревожности среди тех, кто говорят о ней. С депрессией полегче, все-таки половина только больных с депрессивными всякими вещами, о чем мы с вами уже говорили. Значит, применение ПАК – это основная терапия, которую мы сейчас, базовая терапия, которую мы используем, – это прямые оральные антикоагулянты. Как в острую фазу, так и при постковидном синдроме, поскольку вся клиника разворачивается как тромбоваскулит. Значит, базовая – это не значит, что мы ими ограничиваемся, но это основа нашей терапии. Значит, мы высказали об этом 25 января 2020 года, мы ввели в рекомендации МГНОТ вопреки всем международным подходам, тогда все кричали ПУАКи отныне от них в коем случае применять, сказали, ребята, только их и надо применять, и мы были правы. В 2020 году уже летом предложили ПУАКи для лечения постковидного синдрома, с августа 2020 года заработало медицинское бюро, через которое прошло уже более 6000 человек с острым ковидом, постковидным синдромом, мне кажется, что 7000, но это, видимо, старый слайд, больше 7000, да. И в начале лета 2021 года мы это выпустили еще раз в рекомендациях МГНОТ, которые очень много и часто цитируются и читаются. Значит, нас упрекают, что мы используем какие-то большие дозировки, ну вот АПЕКСАБАН, например, после операции в инструкции написано 2,5 мг два раза в день, то есть в остром периоде, когда есть реальная угроза кровотечения, а потом 5 мг два раза в день и перфибрилляция идет 5 мг два раза в день. Прямых сравнений нет, но я обращаю ваше внимание, вот Дегбегатран, что 150, что 110 мг два раза в день более-менее одинаково. Риороксабан, ксорелта 15 мг раз в день, ну, в 3 раза менее эффективен, чем 20 мг раз в день. Но мы рекомендуем давать 10 мг два раза в день, чтобы вот это было с той же эффективностью. Апексабан 2,5 мг вообще не работает. Ну, просто не работает. Есть статьи, где написано, что эта доза использовалась в качестве плацебо. Еще раз повторюсь, когда мы говорим после операции, ну, да, там можно думать о снижении дозы, но вообще профилактическая доза должна быть 5 мг два раза в день. Все эти препараты имеют время полувыведения около полусуток, 10, 11 часов, 12 часов. То есть, для того, чтобы обеспечить антикоагулянтную защиту, она должна быть равномерной, более-менее, нам нужно давать два раза в сутки. Ну, это же просто, это же элементарно, это известно из гепарина. Гепарин колет четыре раза в день под кожу живота, либо круглосуточную, внутривенно, капельную, нужно его вводить, потому что он очень быстро вводится. Низкомолекулярный гепарин вводится два раза в сутки, потому что у них 12 часов полужизни в крови. Почему для этих препаратов по-другому как-то, я не понимаю эту идею, почему все ксорелты дают один раз в день. Не надо бы так давать, это неправильно. Кстати, ксорелты, мы разговаривали с компанией-производителя, и все остальные тоже. Они сказали, что таблетки большие, можно ломать, если нужно, что они не ухудшают своих свойств, потому что они измельчаются. Мы разработали шкалу по оценке риска кровотечений. Здесь у нас риск кровотечения, либо это состоящее, состоящее, или продолжающееся кровотечение из пищевода, либо из язвы, эндоскопически подтвержденное, что было у той больной, про которую мы только что с вами обсуждали. Это абсолютное противопоказание. Геморроидальное кровотечение на момент тоже в значительной степени является противопоказанием. То же самое касается носоукручения, который идет в день начала терапии. Все остальное, как вы видите, это низкие, довольно низкие риски. Ну вот НПВС, не дай бог, еще аспирин, постоянный прием, это тоже довольно высокий риск, поэтому здесь нужно смотреть. Вот. Ну и показаниями для назначения ПААК является острый ковид всем больным, начиная со средней степени тяжести, при отсутствии противопоказаний, про которые я говорил, кровотечения, и можно назначать при беременности, при лактации детям. Хотя дети, в общем, болеют легко, может быть, им это не требуется, только в особых случаях. Но у нас было много больных и беременных, и лактирующих, которым мы спокойно все назначали, мы консультировались со специалистами из Курцеровского центра, они сказали, что они тоже это все используют. Ну и постковидный синдром все формы, за исключением эпохондрической, должны применяться. Значит, острый ковид не менее месяца, постковидный от месяца до нескольких, а может быть и до лет, и поствакцинальный ковидоподобный синдром, ну примерно как острый ковид обычно месяц. Вот, обязательно еще раз напоминаю, отменяется клопидогрель, аспирин, все антиагреганты и все НПВС. Сочетание кровотечений на фоне применения антикоагулянтов и антиагрегантов это очень, очень плохая тема, они очень тяжело лечатся, очень плохо поддаются лечению. Ну, эффективность терапии мы много раз обсуждали, мы делали специальные выборки, я не стал здесь приводить эти цифры со всеми, мы рассчитывали так, что при остром ковиде летальность на фоне ПУАК, на фоне нашей схемы 0,3%, при этом 20% наших больных это тяжелые формы с кислородной поддержкой применения гормонов, но только не ИВЛ, это все в домашних условиях, это баллоны, это кислородные концентраторы, ну, я знаю вот работу Амир Талипова, он подключал там, по-моему, до трех концентраторов одновременно, только не интубировать, только не интубировать и не госпитализировать, все, что госпитализируется, мы не можем оценивать никак, к сожалению, но у нас много больных, 75% больных, которые у нас госпитализировались, они госпитализировались в первые сутки после обращения, то есть, они одновременно и к нам, и в больницу, и уезжали в больницу, мы не знаем судьбу, но некоторых мы знаем, и, к сожалению, она печаль. Тяжелых случаях трансфузии свежезамороженной плазмы в объеме до 1000 мл в сутки, те, кто здесь видел выступление Амира, видел, насколько эффективно и здорово он выводил больных из тяжелейшейся ситуации. При постковидном синдроме эффективность ПОАК 75% по нашим данным, мы, правда, оцениваем только двухнедельную терапию, мы не знаем дальнейшую судьбу, потому что больные, как правило, уходят, но вот в ближайшее время практически 85% мы получаем эффективность сразу. плазма ФРС при выращенных демилизирующих невропатиях эффективнее плазма ФРС. Тут совершенно однозначно, он радикально меняет течение болезни. Чем раньше он начат, тем лучше. Наверное, при постковиде можно делать его раньше и эффективность его будет везде, но у нас нет возможности, потому что мы делаем это только за счет больных, не все больные готовы платить, хоть он и относительно недорогой, но все-таки там где-то 150 тысяч, получается надо отдать за курс лечения. Ну, не все на это готовы, мы не можем настаивать, поэтому мы можем только обсуждать, что это хорошая методика. Вот, ну и заключая свое выступление, я хочу сказать, что вот наша работа, в общем, относительно небольшой группы специалистов, единомышленников показывает, что все-таки один в поле воин, не надо это все время нам рассказывать, что только все вместе, дружно возьмемся за руки, дружно мы возьмемся за руки, но кто-то первый должен все время произносить первые слова, за что нам браться, вот, и это очень важно, это фотография Любови Сергеевны Красновой, нашего сотрудника, ну, по-моему, она очень хорошо иллюстрирует то, о чем мы сегодня с вами говорим. Ну, и в заключение у нас идет сейчас проект по кардиометаболическому синдрому, можно получить однократную бесплатную консультацию, хотя мы против QR-изации, мы это все время говорим, но мы не можем же вообще запретить это все, поэтому, вот, поэтому QR-коды вы можете пройти на наш сайт, если хотите, я думаю, что мы можем повесить, пока мы будем отвечать на вопросы, обсуждать этот QR-код для тех, кто хочет, ради Бога. Так, ну, и давайте я сейчас попробую поотвечать, часть вопросов я, естественно, отвечал, но не все, поэтому я обратно сейчас вернусь. Так, так, здесь мы уже обсуждали, при ХВН мало данных, да, мало данных, поэтому мы, собственно, начинаем от сейчас исследования, но какие-то публикации есть, как оценить состояние мелких сосудов при диабете, я уже сказал, только с помощью биомикроскопии, значит, Андрей, тут есть вопрос подочери, я не знаю, я не буду сейчас здесь отвечать, можно адрес взять и списаться просто, хотя вообще лучше всего, лучше всего записаться к нам в медицинское бюро, у нас педиатр этим занимается, это наша тема, ну, что мы будем вот так вот переписываться, пришлете анализы, все, порассмотрим, и все, какие гиропротекторы рекомендуется, исходя из этой теории, я уже сказал, те, которые влияют на свертывание крови и на функцию эндотелия, так, насчет плаценты, я вижу, что все ответили, уже без меня, геликобактер встречается далеко не у всех, далеко от сколько, 90 процентов, 80? Так, второй месяц температуры, опять, я еще раз повторяю, обращайтесь в медицинское бюро, ну, не здесь же мы будем, вакцинация против ковида не связана с феноменом антителоусиления, ну, вроде, непонятно, может быть, кстати говоря, вы же знаете, что с Денгер такая история произошла, когда на вакцине погибали дети, именно из-за вот этого феномена антителоусиления, мы, кстати, об этом предупреждали с самого начала, но это требует исследования, понимаете, тогда вакцинация была приостановлена и запрещена, никто не понес ответственности, но сейчас-то это даже просто не исследовалось. антигены ковида, я не знаю, я не знаю, какие там проценты по антигенам, но все это довольно раннее, это все максимум неделя работает, потом же уходит все внутрь организма, грубо говоря, и вы ничего до туда не достанете. Значит, так, какие перечень анализов крови, которые нужно делать, значит, я вас просто могу отослать к рекомендациям гнот, сейчас, я думаю, что Андрей выложит на него ссылку, там все очень подробно прописано, все мы писали, какие анализы, какие интересные, а Шимхен вакцинировался или нет, какая мне разница, в чем я должен здесь отвечать. Как объясняется волнообразная течение постковида? Ну, во-первых, не у всех волнообразная, у некоторых она вполне прямолинейна, во-вторых, поскольку это все-таки по-видимому аутоиммунный процесс, то все факторы, влияющие на иммунитет, могут здесь быть задействованы. Например, мы с самого начала говорили, нельзя загорать на солнце, точно идет обострение на солнце, 100%, нельзя перетруждаться, как только вы начинаете перетруждаться, заниматься спортом, еще идет обострение. Нельзя ходить в баню, как только вы идете в баню, идет обострение. Почему? Ну, потому что это влияет на иммунитет. Как влияет? Я не могу же ответить на все вопросы, я не знаю, как влияет, но факт клинических наблюдений таков. Это доказано? Наверное, не доказано, это наблюдение, но вся медицина это же наблюдение, там же не все у нас доказано. У нас, например, любимый мой пример, а доказанная эффективность нитроглицерина при стонокардии. Знаете, что нет доказательных исследований? Есть наблюдение о том, что всем помогает. побочные эффекты какие побочные эффекты от вакцины? Ну, я немножко назвал основные, но там в основном речь шла о тромбозах, миокардитах и поражении нервной системы. Это такие большие эффекты, а вообще их очень много, начиная от острых смертей, там полно всяких эффектов. Но, к сожалению, они же все спрятаны, никто их не учитывает. Как только вы начинаете говорить про эффекты отрицательные, он говорит, вы что, вы антиваксор, вас надо там распять. На этом интерес кончается. Есть ли статистика по поствакцинальным осложнением в Израиле? Да я думаю, что в Израиле то же самое, что в России. Все концы в воду. Так, ну ладно, я тут это просто основная причина снижения тяжелых заболеваний адаптивный иммунитет. Может быть, я еще раз я же это назвал, что переболели, большая часть людей переболела. нужно ли назначать при легких формах? Ну, легкие формы нет, но только с легким формой надо определиться по нашим подходам в рекомендациях, которые здесь есть ссылка. Потому что такая легкая форма это не так однозначно. Вот, но на самом деле мы основная, основной, наверное, признак тяжести состояния, во всяком случае у большей части людей, это температура. Мы больше всего на нее ориентируемся. Во вторую степень это уже нарушение оксигенации крови по одышке, по пульсу оксиметрии. но все-таки надо определяться, что там. Так. Имеет ли смысл мониторировать уровень РФМК после завершения курса ПОАК? Вот, не знаю, думаю, что нет, потому что РФМК относится к методам диагностическим, и мы его, конечно, в основном использовали с позиций научных, то есть нам нужно доказать наличие каких-то изменений в свертывании крови. Методов прямого определения мало, кроме РФМК я даже вам скажу, что я не знаю. Дедимер никак не определяет свертывание, потому что это фактор разрушающегося фибринного сгустка под воздействием фибринолиза, фибринолиза, плазминогена. Поэтому об идущем тромбозе он вообще ничего не говорит, он скорее говорит о фибринолизе, но если у вас плазминогена мало, а он заблокирован, как известно, есть такие работы, то у вас и дедимер будет нормальный. У вас много сгустков, но они не лизируются, и дедимер нормальный. А РФМК не зависит от этого, поэтому это более тонкий, более надежный метод. Но нужно ли его мониторировать? Ну, не знаю. Много больных, у кого он остается повышенным, у меня нет ответа на этот вопрос. Является ли это показанием к продолжению антикоагулянтной терапии? тоже у меня нет ответа на этот вопрос. Скорее, я, конечно, больше склоняюсь, что да, надо продолжать, но не очень уверен. Какие тесты доверять можно в домашних условиях? Шутку домашние условия, сейчас же лаборатория делает все, что мы говорим. Набор, опять же, у нас есть в наших публикациях. Сейчас мы ведем работу с лабораторией CityLab, которая расположена во всей стране, во всех городах и весях, и может быть, мы там наладим опросы, ну, это их дело уже будет, как они будут, платные или бесплатные, договоримся, и прямо там можно будет задавать, более того, они могут приезжать на дом и забирать анализы у больных, что мы, собственно говоря, сейчас с ними уже наладили. на фоне ковида повышение тромбоцитов до 700 тысяч, что предпринимать? Я бы посоветовал к нам обратиться сразу к гематологу, потому что 700 тысяч к ковиду отношений может не иметь, повторные анализы, неповторные или личные анализы, это часто тромбоцитомия эссенциальная, которая может, ну, просто была выявлена при ковиде. К сожалению, я знаю людей, которые гуляли с такими показателями многие годы, ничего хорошего от этого нет, лечиться надо, если это устойчивая тема. Тестам, не понял, помогающим в диагностике ковида, непонятно, что, ни начало, ни конца. Сивит, это, видимо, ковид все-таки, да? Допустим, апексабаны НМГ исчезли с продажей за санкции. Не, уже все у нас есть. Какие существуют схему лечения нефракционированным обычным гепарином? Значит, НМГ все производятся в России, ничего никуда уже не исчезнет. Ну, я вас уверяю, что, если у нас еще, во-первых, санкции не касаются лекарственных средств, это оговорено и ничего не произойдет. Во-вторых, если кто-то уходит, то они уходят по причинам несанкционным, а просто потому, что у них бизнес тут не идет. Вот Новый Нордиск уходит из страны, ну, уходит, ну, что, половина лекарств, которые он производит, производится в России, поэтому он ушел. Вот. Ну, обычным гепарином четыре раза в день колоть по две с половиной тысячи. Ну, можно в живот, если очень хочется. Но мы противники уколов, в принципе. вот. Ну, кроме того, кроме того, есть, я уже назывался, ладексид, мы его не очень широко используем, но в острой фазе у него есть рандомизированные исследования, показавшие хорошую эффективность, не российское исследование, вот, и поэтому, в принципе, можно им пользоваться. А он, насколько я понимаю, хотя, не знаю, не буду брать, может быть, он не российский, то, может, он не воспроизведет здесь. Возможно ли сочетание ПОАКС с Детралексом? Ну, наверное, возможно, но все это требует изучения. Так, у профессора-бизнесмена РФНК пока не получили, мы только с ним начали работать. Так, поможет ли ангионорм сохранить имеющую функцию почки при тяжелом ее снижении? Ну, не знаю, но надо исследовать. У меня есть наблюдения, не исследованные, это применение гепарина при тяжелой почве недостаточности, но это было очень давно, еще до всякого, до низкомеркулярного гепарина ВР, нефрологи вводят по этому поводу, но поскольку у меня были очень хорошие результаты, то я на этом настаиваю, что антикоагулянты должны хорошо работать при тяжелом, тяжелой почве недостаточности, но с другой стороны, сейчас все-таки стал доступен гемодиализ, когда мы этим занимались, доступность гемодиализа равнялась одному проценту, то есть из ста больных только один попадал на диализ, тогда это было принципиально важно. Вот, с другой стороны, те больные, которые у меня были, они получали очень хорошее качество жизни и жили без диализа довольно долго, не знаю, но этим надо заниматься, такая наука, которой я бы, если кто-то хочет, я готов поучаствовать, так что у меня были диссертации защищенные, кандидатские по этому поводу, не мои, а под моим руководством, и можно это все воспроизвести. Кто же инициировал и поддерживал все перечисленные мероприятия? Ну, друзья мои, мы опять возвращаемся к конспирологическим теориям. Либо кто-то за этим стоит, либо, ну, теоретически, это, конечно, возможно, было самостоятельно, потому что много очень тех, кому это было выгодно, производителям масок, производителям перчаток. Представляете, какие деньги бешеные сделали только на этих грошах, ну, а дальше уж вакцины, это просто, посмотрите на это, Ван дер Лейн, или как ее, которая миллиарды просто заработала на закупке и выброшенной вакцины, которая оказалась никому не нужна. Есть ли высоко специфичные лабораторные маркеры миокардита? Что-то есть, надо разговаривать с кардиологами, я не очень, не очень точно знаю, что-то есть. Вообще, с миокардитами сейчас работы какие-то есть, появляются постепенно. Там интересно, что нет перикардитов, но есть миокардиты и эндокардиты. Вот, ну, даже, я знаю, диссертацию кто-то делает по эндокардитам в перековидном периоде. Помогите, как лечить. Ну, еще раз повторяю, работает медицинское бюро, ну, ну, честное слово, 4, там, 3 с чем-то тысячи рублей за консультацию двухнедельную, не такие большие деньги. Ну, ну, как я вот, там врачи, мы с ними все обсуждаем, я всех больных вижу, мы все это самое. Вот. У нас пациентку 70 лет прооперировали протезирование трех клапанов, клапанов дожила каким-то образом, единичный случай. Ну, конечно, я поэтому не говорю, что это 100%, я не могу сказать на 100%, что это так связано. То, что ухудшение связано, 100%. Но мне очень странно, что человек прожил жизнь при относительно неплохой медицине, судя по всему, и ни разу мы не сказали, что у него, клапана поражены. Но я понимаю, что не слушают, но все-таки, ну, кто-то иногда слушает. Ну, не знаю, я не берусь на 100% утверждать. При шуме в ушах после вакцинации, как он лечится, необходимый и так далее. Это поствакцинальный ковидоподобный синдром, он течет так же, как поствакцинальный ковидный синдром, и опять же, лечится так же, как я сейчас рассказывал. Рассказывал. Какие результаты у пациентки вы были? Я показывал, какие результаты, все показывал. Как долго в постковидном периоде принимать ликвиз? Говорил, два раза в сутки, поеду, несколько месяцев. Соладексид при ковиде эффективен, есть доказательная база. Ну, как минимум, это Б доказательная база. Так, какие критерии эффективности ПУАК будете использовать? Ну, не будем, критерий ПУАК не будем. Паркинсон. Он, ну да, ну, это вот как раз из той самой серии, о которой я говорил. По-видимому, спутник запускает поражение, поскольку паркинсонизм, судя по всему, сейчас я наговорю, тут мне неврологи потом убьют. Рассеянный склероз и паркинсонизм Эльзьеймера, суть одна болезнь. Просто поражение разное, поэтому по-разному проявляется. Поэтому я считаю, что это надо лечить одинаково. Для меня это несколько неожиданно, потому что я как-то считал, что паркинсонизм стоит отдельно, а когда стал читать литературу, то обнаружил, что там все в общем одно и то же. Пробовать надо. Ну, как минимум, я плазмфрес бы сделал бы. Почему на зимнем фоне идете раздетой? Знаете, я хожу босиком по снегу. Такой вот уродился. У меня нет теплых вещей. Я хожу без шапки, варежек, перчаток у меня нет и в полботиночках всю жизнь. Даже при пятидесянкранцовом морозе. Интересный вопрос. Может быть, имеет смысл ННГ у всех переболевших для выявления скрытых форм? Ну, низкомолекулярные гепарины колоть-то, зачем колоть, когда есть пуаки? Значит, еще раз повторюсь, 800 тысяч тромбоцитов это эссенциальные тромбоциты тромбоцитамия. Она требует наблюдения и лечения. Мы этим занимаемся тоже много лет. Наш гематолог очень хорошо этим владеет. Это неплохо лечится, но лечить это обязательно, потому что риск тромбоза очень высокий. Это благоприятное течение заболевания, оно относится к хроническим лейкозам, по-видимому, но пока так не очень строго. Если риск на таблетке, то можно ломать, если нет, то ломать неправильно. Риска на таблетке, а риска, господи боже мой. Ну, я вам повторю еще раз. Мы разговаривали с компанией производителя. Они сказали, что в принципе, учитывая то, что в очень разных дозах, в разных местах продается, можно даже не ломать, а раздробить в чайной ложке и отсыпать примерно половину. Ничего страшного, в этом не будет. Вот. Ну, как хотите. Я же не утверждаю, что это правильно. Это неправильно. Но делать так можно. Насчет, надо было вам вакцинироваться или нет, этого я не могу вам сказать, как я могу. Каждый принимает свое решение. Так. Не могу вам ответить. У нас, мы не наблюдали, мы не делали, у нас нет возможности сделать такой анализ, который напрашивается, если давали ПАК, с какой частотой развился постковидный синдром. Но мы можем сказать, что большая часть людей или большая часть людей, которые у нас прошли так или иначе и чем-то заболели, они возвращаются. И, как правило, они возвращаются не с постковидным синдромом. Очень такой натянутый аргумент, но все-таки нам кажется, что если человек пролечился антикоагулянтами в COVID, то вероятность постковидного синдрома у него становится ниже. Но не берусь за это. Никакой статистики за этим нет. Имеет ли смысл принимать антикоагулянты, если постковид полтора года? Да, имеет. Мы даем и хороший эффект получаем. Но, конечно, хуже, чем... Наверное, хуже. Мы делали графики, у нас есть графики. Мы смотрели. Есть эффект, но частота немножко ниже. Так, спасибо, спасибо, вот чем маму вытащила. Так, как вы относитесь к гомеопатии? Плохо. Я вам скажу, мое отношение к любым практикам, оно, как бы сказать, оно равнодушное. Потому что человеческий организм устроен таким образом, что ему помогает все. Можно пить мочу, можно есть сахарные шарики, можно разводить пассы руками, еще что-то такое. Кому-то это помогает. Но если вы начинаете лечить органическую тяжелую патологию этим, то вот этого делать не надо. Если вы начинаете лечить раки гомеопатией или пассами, за это надо убивать тех, кто это делает, не больных, естественно. Вот, поэтому я осторожно отношусь именно с точки зрения того, где это применяется. Если это применяется при соплях, да ради Бога, Господи, применяйте. При постковиде, ну, точно не работает, поэтому применяйте, но работать не будет. У нас данных по этому поводу полно. У нас же есть группы в соцсетях, с которыми мы работаем, мы знаем, чем лечится, мы знаем их эффективность, а нам меньше 10% при сравнении с нашими 75%. Поэтому вот отношение такое. Это не наука, это обычная практика, можно ходить, молиться, ради Бога, все что угодно. Если помогает, ради Бога, пускай помогает. Так. Будет ли встреча, запись, конечно, у нас канал Гнота в Ютьюбе и Рутьюбе, там все у нас все выложено. Имеет ли смысл ревакцинация от кори? Нет, конечно. Мы вырастили поколение людей, которые не имеют иммунитета к коре. Вот мое поколение, старше 60, мы не были вакцинированы, и у нас 80% в популяции имеют антитела кори. Молодое, более молодое поколение, у них ноль антител, ноль, потому что антитела после вакцины сохраняются 6-7 лет, и нужно каждые 6-7 лет прививаться. Но на сегодняшний день все-таки кори очень мало, вероятность ею заболеть, ну, почти нулевая, и поэтому бежать прививаться от кори, не знаю, мне кажется, что это сейчас лишнее. С плацентой поздно подключили, во всех газетах прочитайте, наберите. Студентка первого меда умерла от препарата из-за человеческой плаценты. Так, спасибо, спасибо. Здесь вот ссылка на рекомендации МГНОТ. Приорви, когда нет возможности точно определить ковиды или грипп, на всякий случай принимать ПЛАК. Это вот совершенно правильно, это оправдано, потому что грипп H1N1 ничем не отличается по своим последствиям по ДВС-синдрому от ковида. Ну, ничем. Единственное, что он более гадкий. У вас температура несколько дней, потом все уходит нормально, и потом внезапно развивается ДВС-синдром с поражением легких, дыхательной недостаточности и острой смерти. Поэтому точно при тяжелом, средне-тяжелом течении ПЛАК показано. Рисков от приема ПЛАК практически нет, кровотечений практически нет. У нас единичные случаи, когда что-то было, и мы отменяли, переходили на солдексит, ничего страшного. Связь групп микрови отсутствует, мне она неизвестна. Ссылка на гадлайнс гнот не работает. А, 22 потеряли, я понял, вот. 22 просто перенесся на нижнюю строчку, обратите внимание, все работает. А? 21 21? А, ниже поправили, извините, еще хуже. Вот, значит, по голове нужно давать тем, кто неправильно пишет ссылки. Количественный метод определения РФМК более точный, а есть качественный, я не знаю, все вроде количественно там определяется. Может быть, оценивать противосвертывающую систему? Ну, противосвертывающий антитрамбин-3 нормальный, оценивали, нечего делать там. Надо работать с фибринолизом, но дорого. Так, 21, а, когда назначать моноклональные Яновские на за антитела? Не знаю, у меня нет опыта, все говорят, что они очень эффективны, я боюсь одного, они дают осложнение вплоть до смертельных. Если работает плазма ФРС и свежезамороженная плазма, нужны ли нам дорогущие антитела? Ну, собственно, опыта никакого нет. так, после перенесенного ковида был повышен гематокрит, это не зависело от пола и от возраста. Гематокрит – это показатель, который расчетный. Вы будете любезны использовать эритроциты и гемоглобин, это более показательно. Потом пришел в норму, вы не наблюдали похожего, синдром Жильбера не имеет отношения к гематокрит никакого. Ну, у людей вообще пляшет гемоглобин, это известная вещь. Так, тут что-то какая-то логика процесса, к чему это непонятно. Так, опять янус киназы. Я не знаю. По миокардиту только тропонин. Так, маркеры миокардита, антитела к миокарду, антитела к митохондрии, к митохондриям, да. Ну, ЦРБ мало значим, тропонин. Ну, антитела интересные изучаются сейчас. Я думаю, что там не только к миокарду и к митохондриям, там наверняка их больше, но надо, это все-таки для хороших клиник. Так, дома не поизучаешь особенно. Насчет МРТ сердца, да, согласен. Чего? МРТ сердце с контрастом, не понял, миография для выявления скрытых форм невропатии, я не понял, вопрос опять. МРТ сердце с контрастом, да, используется для миокардита, хорошая методика, там много интересного, вот. как попасть на консультацию, записаться просто, у нас же бюро, оно виртуальное, поэтому из любой точки мира вы записывайтесь и все. Даже по QR-коду, вот да, здесь же QR-код приведен. Проблема определения таблетки в равномерном распределении действующего вещества. Слушайте, ну не так все это жестоко, ну немножко будет больше в одном, меньше в другом, но это же лучше, чем один раз в день принимать. Можно ли принимать препараты кальция, при подтвержденной наличных катеросклероза БЦА? Препараты кальция вообще можно принимать, они абсолютно точно не работают, поэтому можете их пить горстями, ничего плохого от них не будет. КОВИДОБЕСИЯ, логика процесса. Ну, наверное, да. Нужно ли снижать липопротеиды? Нет, не нужно. Трогать холестерин, это абсолютно бессмысленная вещь. Холестерин это просто то, что плавает в нашей крови, является маркером воспаления. При любых воспалениях повышается холестерин и всякие липопротеиды. Зачем же вы будете снижать это воспаление? Работайте с воспалением, работайте со свертывающей системой, вот где все зарыто. Вы же знаете, что те, кто едят сало много и яйца, у них холестерин нормальный, никакого отношения к этому не имеет к эндогенному холестерину. Так, после ковида увеличился гемоглобин выше верхней границы. Ну, я еще повторяю, может быть, может быть, не знаю. Был долгий постковид, сейчас какие-то странные последствия в качестве лечения плазмафереза, он плазмаферезис, поможет избавиться от всех последствий, не знаю. Это все надо пробовать, но чем позже, тем хуже, это точно совершенно. вот. А? Да, ну, мы этим занимаемся, обращайтесь, мы, так сказать, смотрим, ну, через нас это проще сделать. так, все, после года лечения апексабаном общей холестерина около 10, как быть. Не делать холестерин, есть очень простой способ, причем с апексабан и холестерин. Холестерин это просто фактор, который плавает в вашей крови, он никак не влияет на вашу жизнеспособность. Если не будет холестерина, вы просто думать перестанете. Если ничего не беспокоит, делать на электронейромиографии думаю, что не стоит. Вот, поэтому думаю, что это лишнее. Хотя, ну, теоретически можно попробовать. Мнение по маммографии я же его озвучил, что маммография приносит вреда больше, чем пользу. Это доказано, это вот опубликовано, для этого книжка есть. Пожалуйста, в Кахрейне давным-давно все написано. Вред в увеличении числа смертей, потому что это тянет за собой обследование, операции ненужные, биопсия портит качество жизни. Там очень простая схема, что женщины, у которых рак выявлен с помощью маммографии и безумной, умирают в одном и том же возрасте. Только одни живут много лет с раком, а другие живут без рака. А умирают они одинаково. То есть продолжительность жизни не меняется в проведении маммографии. Тогда зачем ее делать? Золотой стандарт выявления рака молочной железы это пальпации. Так, мама принимала по 5 два раза ликвиз, теперь по 2,5. Да, нужно увеличивать до 5 миллиграмм, но опять же лучше все-таки записаться к нам и так сказать понимаете, Додимер я не знаю в каких цифрах измеряется, ведь в каждой лаборатории свои цифры. Поэтому вот это вот начинается бессмыслицем. У нас в медицинском бюро вы присылаете бланк анализа, где написано вот такая вот вот такой разброс, а не просто цифра, которая есть. поэтому это специально сделанная платформа для того, чтобы было удобно пользоваться. Спасибо.